Доброе утро, друзья! Говорят, как утро встретишь, так и день пройдет. Вот чтобы он прошел для вас хорошо и позитивно, мы решили пригласить в студию необычных гостей. Это Вячеслав Дышеков, его очаровательная внучка Арина и совершенно замечательный пес, которого зовут Ким. Вячеслав, расскажите, что за порода и почему такое имя Ким? Порода – это самоедская собака. Зачастую, очень часто путают их с лайками, хотя они к лайкам абсолютно не относятся. Предназначение, как все говорят, это ездовая порода, то есть на крайнем севере она выполняет функции ездовых собак. А еще дополнительно северные народы используют их как нянек для детей. Да, они очень добродушные. Не знаю, насколько правда, но люди, которые проживают на севере, рассказывают, что кочевые народы запускают их в дом. И после того, как собаки уляжутся уже полностью, они среди них кладут детей. Во-первых, эта собака сразу реагирует на голос, на плач, то есть они начинают облизывать, успокаивать ребенка. Во-вторых, ну, очень тепло от него. Ну, еще бы такая шерсть. Вот. У нас тоже был такой здесь случай на Первомайске, когда ребенок очень сильно плакал, он подбежал к нему, начал облизывать руки. Ребенок затих сразу, все это, родители были в шоке, потому что они не могли его успокоить до этого. Вот. И вот он подчеркнул, что они няньки действительно хорошие. Он внучек любит, защищает. Если начинаешь играться, щекотать, все, он сразу же в защиту выбегает, думает, что на нее нападает. Понятно. А почему вот самоед порода? Ну, вообще-то здесь как бы есть такое вот народное поверье и есть научное. То есть если взять народное поверье, то самоед, собака очень белая, то есть и когда она упряжку тянет за собой, на фоне снега они сливаются и получаются, как сани сами едут. Отсюда вас самоед вроде бы как. Ну, это чисто народный фольклор. На самом деле они названы в честь северных народов самов. Это те народы кочевые, которые приручили их все, и это их непосредственные, как так говорится, помощники в хозяйстве. Хотя на самом деле говорят, что эта собака не охранная, ничего, но в своей среде, когда она находится, она выполняет функции все это. Хотя вот мы недавно смотрели, тоже была передача у известной актрисы, дома живет самоед на Рублевке где-то. Они имитировали, что к ним залазит ворком, все это он и встретил вора, показал, где лежит все ценное, погладил ему ручку и проводил его обратно в окошко. Добродушный. Да, то есть они настолько добродушные. Так, а все-таки они охранную какую-то функцию выполняют или просто чисто декоративные, вот успокоят ребеночка? Вы знаете, мы как бы активные туристы, там часто выезжаем с палатками, и вот мы один раз выезжали как раз в ночь, а все полностью выехали, поставили палатки в Архизе, все это. Он обошел полностью всю территорию, то есть пометил как свое, и все, мимо проходящий любой турист, он сразу становился, то есть как охранник, гавкал, лаял, все, и только после того, когда мы говорили, это наши соседи, ничего, он тогда уже бежал, там облизывал ручки, все это. А так вот, и ночью, когда там вот дикий зверь, так скажем, на той стороне шакалы завыли, он прям активно начал. Пустите меня, я с ними разберусь, да? Дедушка лежал в больнице весной, бабушка и Ким одни гуляли в лесу. Ким один раз схватил мышь в зубы и принес бабушке. Ну, бабушка его похвалила. Добытчик. Как охотник, да. Хотя говорят, что у них в породе нету склонности к охоте, но так скажем, сходить в гости к роту, то есть выкопать яму, испачкаться по самое не могу, это мы любители. Погонять перепелок, допустим. Я, честно говоря, не знал, что у нас на территории нашего, так скажем, парка, и вот за парком вдоль дамбы очень много там фазанов. Да? Да, очень много фазанов, он постоянно бегает, у них специфический звук издают, он сразу несется к ним, подымает их там, и потом радостный бегает, посмотрите, кого я нашел. Но поймать не пытался или пытается? Фазанов нет, но вот мышу ловил, потом, то есть я же говорю, там пытается за ящерицами гоняться. Все-таки пород собак очень много, и красивых, и до самых разных. Почему вы выбрали именно самоеда? Знаете, у нас до него был питомец Кокер Спаниель, он прожил у нас 16 лет, потом по стечению обстоятельств укусил клещ, он тяжело это перенес, и в результате он умер. Мы очень долго не могли завести новую породу, ну, новую собаку, по той причине, что внутренне, как бы это вроде как предательство по отношению. И когда начали рассматривать породу, мы пришли к выводу, что если рассматривать абсолютно совсем другую породу, вот, как-то более легче переносится. Ну, и натолкнулись на вот этих славных щенков, ну, тогда они же еще, щенки, они же вроде маленькие, не знают, что он так вырастет. Ну, и опять-таки, как ответственные заводчики, а я могу себя таким назвать смело, вместе с супругой, мы очень долго изучали эту породу. То есть мы читали комментарии, мы общались с заводчиками, мы сидели на форумах, смотрели, что за собака. У нас также мы рассматривали еще дополнительно две породы, это золотистый ретривер и лабрадор. Ну, когда мы узнали, что у тех собак очень часто там суставные заболевания, у лабрадоров очень часто там проблемы со зрением, с этим всем, ну, мы просто не рискнули. И не буду скрывать, я не могу сказать, что у нас там очень супер там развита ветеринария, вот это все. И очень много фактов, когда они своевременно ставились диагнозы, просто побоялись, так скажем. Хотя породы очень тоже ласковые, там, добродушные. А потом довелось нам просто столкнуться с ним один раз, и все, и мы даже уже больше не сомневались. Арина, ну, а ты скажи, обрадовалась, когда дедушка с бабушкой сказали, что вот, Арина, у нас будет дома самоед? Или ты сказала, давай я тебе хочу собаку другой породы? Я обрадовалась. У нее тоже дома есть собака, поэтому мы брали совсем тоже другую породу. А у тебя какая собака, Арина? Йорк. Йоркшерский терьер? Да. А зовут как? Купер. Купер, ух ты. Ну и скажи честно, кого больше любишь, вот Кима или своего Купера? Кима. Кима, да? Почему? Потому что он белый, пушистый и мягкий. Ты с ним приходишь, наверное, играешь, да? Да. На него лег, и вместо подушки можно отдыхать, да? Он один сидит дома, и как он себя ведет при этом? Скучно же, наверное, ему? Знаете, сейчас он уже, ну, привык, так скажем, уже успокоился, все нормально. Он уже воспринимает это полноценно. Вообще эта порода воспринимает хозяев не так, как вот вы мои хозяева, там, как вот у многих там охотничьих, вы там мой бог, да, там все это. Она воспринимает хозяев как собственную стаю. То есть мы как полноценные члены его стаи, он полноценный член нашей семьи. И то есть как раз мы когда приобрели, мы приобрели его, пандемия начиналась, ну, он маленький был. И на протяжении всего этого года, пока была пандемия, он привык настолько, что мы все дома. Вот. Ну, когда пандемию отменили, супруга пошла на работу, мне надо было идти по делам там по своим. Он это так трагически перенес, что он сказал, раз вы не скорректировали со мной план действий по поводу там выхода на работу, значит, я внесу поправки в ваш ремонт. Поотрывал обои, оторвал плинтуса, там все это. Ну, то есть это настолько эмоциональная для него трагедия была. Ну, мы решили, а мы как раз, получается, с супругой вышли одновременно. И то есть он это воспринял, это мы потом уточнили у зоопсихолога, как будто его бросили. Предательство. Да, да, да. И поэтому вот у него такое. Мы стали выходить там с интервалом чуть попозже, допустим. Он стал более легче переносить. Мне пришлось его по началу обманывать, то есть выходить за дверь. Стоять там какое-то время, потом резко возвращаться, то есть потом опять выходить, чтобы он понимал, что мой выход, либо выход супруги, это не до свидания навсегда, а то, что мы сейчас вернемся, просто надо чуть-чуть подождать. И все, и вот потихоньку привыкли обратно, и теперь он спокойно. То есть когда приходишь домой, он может, если не спал эмоционально, тебя встретить там, полаять, сказать там, как у него дела, как день прошел. Ну, а если спал, выйдет, заспанный там, повоет, типа, пришли, ну, здрасте вам. Вячеслав, ну, все-таки, вот смотрите, у него такая густая шерсть, да, это собака, которая должна жить на севере. Вы живете в своем доме или в квартире? В квартире. В квартире, да. И вот я вас часто вижу на Первомайской, это достопримечательность, по-моему, нашего города. Ну, ухаживать на нем, наверное... Да, по крайней мере, у него фотографий очень много. Вот. Ну, а как ухаживать в такой ситуации? Ну, в крупных городах зачастую люди там очень много работают, у них там мало времени, они пользуются услугами грумеров. То есть мы изначально, когда покупали собаку, мы предусмотрели всевозможные варианты, то есть и мы купили там компрессор и все это, ну, то есть мы сами ухаживали. Чтобы прохладно было. Да, нет, нет, компрессор это с помощью которого сушить эту шерсть, потому что простой обыкновенный человеческий фен, его не просушит. Он высушивает поверхность, то есть верхнюю часть шерсти, а подшубок, который внутри, второй, у них двойная шерсть считается, подшубок он не высушивает. Для того, чтобы самоед высох в естественной среде после того, как шерсть промахнет, ему нужно более двух суток. Очень хорошо тщательно вычесывать его, потому что данная собака в нашем климате, если у нее хорошо вычесана шерсть, то есть тогда подшубок создает свойственную ауру, и он не пропускает ни тепло, ни холод. И собаке более комфортно, она спокойно переносит, главное, чтобы водичка была, то есть свежая все время, потому что в основном они жару либо через подушечки лап, либо через полость рта, то есть язык, если оно все сохнет, значит, жарко. Вот, и, соответственно, приходится постоянно вычесывать каждый день, то есть это уже как... И чья-то обязанность? Ой, у нас это, как это, кто первый схватил расческу, да, тот и вычесывает, потому что это в большей степени еще по-своему как релакс, то есть ты там можешь смотреть телевизор, его спокойно вычесывать, там слушать какие-то информации. И он не сопротивляется? Нет, он у нас любит это, вот, а сейчас мы тут еще купили, в принципе, для себя, там такой ручной массажер, все это, оказывается, что он у нас тоже фанат массажера, да, то есть там есть такая насадка, и когда начинаешь, ну, просто решили попробовать, как он отреагирует, начали ему делать, он прям на эмоциях расплылся. А шерсть куда собираете? Носочки связать потом? Ну, вот как раз-таки это одна из проблем, невзирая на то, что, грубо говоря, там на севере не так много ремесленников, все, но они умудряются использовать. А у нас вроде бы край, много пряжи, много всего, но мы до сих пор не смогли найти человека, который может делать из шерсти пряжу. То есть нам предлагали там простую нитку обвить шерстью, но преимущество этой шерсти в том, что она настолько легкая, вот мы, внучки, у наших знакомых в Москве покупали шапку и варюшки. Я когда получал бандероль, я думал, честно говоря, аж испугался, думал, что может на почте где-то там вскрыли, украли, потому что она была настолько легкой. Вес шапки вместе с варюшками составлял 70 грамм всего. 70 грамм всего? 70 грамм, да, то есть он даже 100 грамм не весит. Это вот шапка, и ребенок по сей день на нас ругается, что ей очень жарко в ней, то есть она очень теплая, вот. Целый мешок уже шерсти, не знаем. Куда девать, да? А ведь это же собачья шерсть, она же лечит, пояса в аптеке продают, да? Конечно, это очень полезно. И собачья, и зверблюжья шерсть. Я помню, вязала моя прабабушка носки, она носила зимой собачьей шерсти. У нее ноги не болели вообще, то есть заболеваний не было. Хорошо прогревается. Варежки, да, одели, там же зимы какие в Центральной России. Дорогие зрители, если вы знаете того, кто может связать носки... Не связать, свяжем сами. А, свяжем сами. Сделать пряжу. Сделать пряжу. Пожалуйста, помогите Киму. Ну, а тот, кто возьмет пряжу, наверное, ему тоже достанется там? Ну, обычно те, кто берут пряжу, они тоже так же там умеют вязать. И мы смело сказали, 50 на 50 мы готовы. Ну, по-честному. Вячеслав, Ким, это же не просто собака, это же чемпион, по-моему, России, да? Какие у него звания? Да, да, у него, в принципе, он у нас является чемпионом России, чемпионом РКФ, то есть это Российская кинологическая федерация, и чемпион независимой кинологической федерации. То есть мы изначально, когда покупали эту собаку, мы брали из расчета того, что это будет собака премиум класса, то есть это и для выставок, и для разведения. Соответственно, она требует к себе столько внимания. Вот, поэтому, ну, мы гордимся, это наш член семьи, наша гордость. Ну, еще бы. Будем готовиться еще, есть такой титул, гранд-чемпион, то есть это у нас с осени начнется, будем еще ездить по дополнительным выставкам, закроем гранд-чемпиона. Ну, и если, конечно, в ближайшее время со стороны ближнего зарубежья, дальнего зарубежья к нам станут более склонны к нашей Российской Федерации, еще будем ездить за рубеж, чтобы получить интернационалы. Я не сомневаюсь, что вы заберете там все награды, потому что, ну, такой очаровашка. Ну, что ж, Вячеслав, спасибо вам огромное, что вы к нам пришли. Вам удачи, чтобы завоевали, добились всего, чего вы хотите. Арина, тебе тоже огромное спасибо за твой рассказ. Готовимся к школе, но пока отдыхаем, хорошо? Хорошо. Ну, что ж, дорогие зрители, на этом я прощаюсь. Вам хорошего настроения и хороших выходных.